Здравствуйте! Сегодня у нас по старой доброй традиции в гостях отец Александр Протеерей Свято-Никольского кафедрального собора. Отец Александр, приветствую вас! Здравствуйте! Вы у меня сегодня в гостях один, безрождественского напарника, будем так говорить. Ну и, конечно же, приятно видеть, праздники продолжаются. Вот мы сегодня здесь собрались буквально в канун Старого Нового Года. А вот на ваш взгляд, отец Александр, Старый Новый Год праздновать нужно? Ну, я думаю, даже и необходимо его праздновать, потому что церковь живет по тому календарю старому, и он отличается на 13 дней от того календаря, в котором живет весь мир. И именно настоящий Новый Год, как мы его считаем, наступает у нас вот сегодня. Поэтому продолжаются святки, продолжаются радостные дни, мы продолжаем ходить друг к другу в гости. Ну и, конечно, я думаю, отпраздновать этот день, поднять там бокал шампанского, поблагодарить Бога за то, что Он в течение года нас терпел, попросить. Может, молитву есть на Новый Год, есть такая особенно молитва, где просим в грядущем году, чтобы Господь не оставил нас своей милостью, чтобы все сделал так, как оно должно было быть. Чтобы вовремя были дожди, вовремя было солнце, чтобы был урожай, чтобы дети наши в этом году нас радовали, чтобы отчизна наша процветала и так далее. Поэтому нужно, я думаю, помолиться, попросить, чтобы грядущий Новый Год, как мы называем, новолетие, также нас не оставил своей милостью и чтобы все у нас удалось. Отец Александр, кстати, по поводу вовремя дождь, вовремя снег, вовремя солнце, вам не кажется, что в последние дни с нашим городом что-то не так? Ну, все бывает, просто очень многое зависит и от нас самих, потому что Господь через, ну, скажем так, осадки или не осадки, наоборот, стучится в наши сердца, чтобы мы немножко так бы поняли, что не все от нас зависит, а зависит еще очень многое от того, что Господь даст или не даст, чтобы мы это поняли, осознали и, наконец-то, стали себя вести совсем иначе, чем ведем себя сейчас. Ведь нам кажется, что вот мы все можем там, ну вот, будет не доведи Господь потоп, ну что ты сделаешь, куда ты убежишь, оно как бы наступит. Поэтому надо это понимать, вот, еще раз говорю, ценить то, что имеешь, благодарить Бога за все, что Он не спосылает для нас. До самого крещения, до 19 января, святые дни, святки. Святки. Для чего они предназначены? Может быть, мы даже повторяемся, но мне кажется, что нашим телезрителям будет интересно знать, что они совсем не для гаданий. Совсем не для гаданий, да, это абсолютно, вот, и гадать нельзя и в другие дни. И осветить нужно своим житием эти дни. То есть мы в эти дни, как лампочка, горим, радуемся, освещаем и другим жизнь. Ведь есть люди, которые нуждаются в нашей помощи, есть люди, у которых что-то, может, не удалось в прошлом году и так далее. Но есть люди, у которых, наоборот, все нормально. Ну и вот именно поделиться этой радостью, поделиться тем же салатом, который у тебя остался лишний, вот с кем-то как-то порадоваться, и чтобы эти дни осветить именно вот такой доброй, светлой и хорошей мыслью. Потому что как год начнешь, так его и проведешь. Поэтому очень хорошо, если мы потом весь год так же проведем со светлыми мыслями в голове, без гнева, раздражения. Есть-то у одного старца спросили. И батюшка, мы не можем понять Евангелие, потому что вот как-то странно, в миру одно, а в Евангелии совсем другое. Но это правда, потому что в миру отношения у нас выстраиваются на основании выгоды. То есть это нормально. То есть ты где-то купил, где-то продал, получил знания, соответственно, эти знания применил бы в работе, тебе оплатили, и все. А Евангелие, она просто написана любовью. А любовь, она весь такая непонятная, там выгоды не найдешь. Там можно, людям будет совсем непонятно. Как же так? Он тебе ни брат, ни сват, ни собутыльник, а ты берешь его и чем-то угощаешь, даришь, что ты ему прощаешь, хотя он тебе никто. А просто из-за того, что ты хочешь в этом мире сделать что-то доброе, светлое, ты любишь просто людей. Поэтому вот такая разница, такая вот несвязуха, как сейчас молодежь бы сказала. Но тем не менее это есть. Поэтому я думаю, те, кто любил, они меня поймут и знают, что когда любишь, тебе без разницы. Что, как, ты о выгоде не думаешь. Тебе главное, чтобы тому человеку, к которому ты так относишься, было светло, хорошо и радостно. Поэтому эти святые дни нужны именно для этого, чтобы сделать светло, хорошо и радостно кому-то другому. Что ж, дитя Александра, я так думаю, что в обязательном порядке от вас поздравления со старым, новым годом. Да, хотелось бы поздравить всех со старым, новым годом. И всегда же говорят, с новым годом, нового счастья. Я желаю вам старого счастья. Пусть оно будет рядом с вами, это так хорошо и спокойно. Знаешь, чего от него ожидать. А все остальное управится. Поэтому милости Божьей вам и Божье благословение на грядущее навалить с Богом. Благодарю вас. У меня тут есть небольшой для вас презент. Вот такой вот у нас календарик с записной книжкой. Спасибо. Фирменный. Спасибо. Благодарю. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!